Да, я сегодня насобирал такого вообще что-то сумбурного вообще, в каких-то обрывках, каких-то мыслей. А почему бы и нет, может это как раз таки интереснее. Да, у меня почему-то подумалось, что-то такое бардовское, ну начиная от песен у костра и какой-то немножко лирики, ну и в принципе вот что-то вот около этого. Просто у нас была уже тематика Акуджао, у меня отдельная была подборка на Акуджао, близкая по тематике. А тут что-то я даже особо не нашел, зато когда я собирал песни на бардовскую, я почему-то нашел кучу на следующий вечер, на восточную воду, уже что-то есть. Давайте несколько таких коротеньких зарисовочек на разную тему. Природная, что ли. Старое стихотворение, по многу лет. Я думаю, сейчас мне Таня темную хочет устроить. Не-не-не, я хотела посветлеться. Светлую вам устроить. Такое философское. Однажды это было, сто лет тому спустя. Проснувшись в колыбели, заплакало дитя. От туч над головой, от злых, недобрых лиц, от тьмы кромешной ночи и холода земли. Свеча горела тускло, был ветер за стеной, лишь был родным и нежным. Взгляд матери седой, среди чужого мира, манил к себе добро. Неведомая сила была во взгляде том. Был темен с рук дубовый, трещал лучи на свет. Был взгляд дитя прикован к иконе на стене. Взгляд матери господний, тепло его согрело. Сепон православный, вот на дитя мельдел. И вот можно, наверное, в какой-то степени это назвать бардовским, потому что на эти стихи была написана музыка, и правда под фортепиано она исполнялась. Я думаю, вот почти-почти актуальна в нашу пору. Как не хватает лета золотого, Когда ветра за окнами гудят, Когда у покосившегося дома сугробы белой ватой лежат, Как хочется на берег южный, жаркий, Где ласковый прибой коснется ног, Где чай в крик под солнцем, Желто-ярким и мягким, Обжигающий песок, Но все как дым. Сейчас хотя бы чай, У меня теплый плед, Дотлеющий камин, И я сижу, Гляжу в окно, Мечтая в обнимку С одиночеством. Моей. Это вот такая грусть. Знаете, Таня, А вы вот некоторую такую грустинку, Вот у меня, Зачастую воспринимаете это как-то вот так вот. Нет, просто это очень знакомо. Я не поэтому. Очень. А иногда вот, Она такая вот, Какая-то добрая такая вот. Сидишь, Какая-то так чуть-чуть, Да, Так грустновато. У меня есть стихотворение, Там осень с легкой грустинкой, Поясенецки светлой. Вот это вот такая вот грустинка. То есть, Я так думаю. Я ничего просто не имею. Просто так. И вот парочку, Думаю, В завершении первой части, Вот такой вот, Как о любви, Наверное. Вот. Но такое вот. Не очень. В предзакатном небесном маре Я стою один в тишине. Не зардеется чувство заново, Не найти нам тепла в зале. Дождь залил наш костер угасающий И развеяло ветром пыль. И стою один над пожарящим, Где с тобой я счастлив был, Где огонь пылал ночью темную, Освещая другим пути. Все прошло. У нас сердце холодно, И мне некуда дальше идти. Здесь дороги пути кончаются, Каждый выбрал стезю свою. Я туда, где рассвет просыпается, Ты туда, где рассвет просыпается, Я ж безмолвно на пепел смотрю. Это стихотворение я откопал, Которое я, по-моему, Не читал здесь вообще. Хотя я здесь перечитал, Ну, в огромное количество, На мой взгляд. И смотрю так, чтобы не повторяться, Вот, по крайней мере, Иногда получается. И вот такое вот, Ассоциативное, наверное. Не вините розу за шипы, Защитить себя в наш век непросто, Все кругом коварны и хитры, Как же выжить беззащитной розе? То сорняк ей жизнь не дает, То деревья солнце закрывают, Плющ коварный стебель обовьет, Гусеницы листья объедают, Не со зла, поверьте, не со зла, Ей порой приходится колоться, Хочется любви и тепла, И местечка под весенним солнцем. Я на него сяду, Раз уж так получилось, Раз он здесь есть. Вот, когда-то у меня родилась Такая интересная мысль, О том, что, Ну, как бы мысль, да, не новая, О том, что все как-то вот В мире, да, Имеет какую-то свою меру. И, допустим, наши желания, Они вот могут быть маленькими, Но не существенными, А могут быть большими и значительными. И количество вот этого вот хочу, Вот этих вот желаний, Оно в итоге в мире, во Вселенной ограничено. И вот можно всем вместе желать Чего-то одного большого И достигать этого, А можно вот как-то желать Какой-то вот такой вот мелочной суеты, И в итоге получится вот в нашей жизни Такая вот мелочная суета. И вот есть у меня такое стихотворение. Есть разные степени слова «хочу», Девчонки капризные желания, У плахи кровавых мольбах палачу, Любленного парня керзания, Мечты капитана о дальних морях, О знаниях мысли ученых, Ребенка голодного, боли слеза, И радость побед чемпиона, Что наше желание, Причудо, каприз, В природе все слито, Едино желание кому-нибудь, Спасшее в жизни, Своими хочу мы разбудить. А мне даже не понравилось, Что он сначала притеснул, И стало понятно, К чему оно все уже изначально... Потому что вот большинство, Я просто, извините, Я поэзию плохо переношу, Но я не могу понять, Стих вот он идет, Он очень быстро начинается, Вы рассказали уже, Я уже был готов, Очень здорово, Вот для людей такого уровня развития, Как я, Класса, супер прямо. Не обязательно себе себя сразу так упомянуть. Я бы сразу, Вот стих он зашел, Потому что к нему уже было предисловие, Очень здорово, Спасибо. Первое, что я помню, Зависит. Многих предисловие утомляют, Кстати говоря, Им так что-то вот, Там бах-бах-бах, Отбахал, И все, да? Не, не надо, Надо обязательно предисловие, Просто словие, Чем больше мы говорим, О стихах, Тем лучше. Хорошо, Животный мир разнообразен. Мир маленьких существ тоже. Ты почему-то жираф большой, Моги не читать? Нет, Ну я, Как обычно, Своё. Я шучу. Значит, Сейчас будем, Угадайте, К чему подняться. Жирафов, кстати, Очень мало осталось, Сказали, СОС, Вообще, 100 тысяч особей осталось, Там выходили, Стребляют, Надо беречь жирафов. Напишу обязательно, Берегите жирафов, Что-нибудь такое, Напишу. Но, Сегодня про улиток. Про улиток, У нас были про черепах, Но это про улиток, Которые тоже прячутся В своих... Чехлах. В своих... Да, Чехлах, В черепах. Но, Это такие вот улитки, Которые во многих людях живут. Я, Опасливо высунув рожки, Не спешу этот мир рассмотреть. Пусть торопятся сороконожки, Пауки пусть плетут свою сеть, Не спешу я. В укрытии надежном Дни проходят моей чередой, Пусть снаружи опасно, Тревожно, Здесь внутри тишина И покой. Но ответ я ищу Неустанно, Свою жизнь по спирали ведя. Не пойму, Почему вечерами Одиночество Душит Меня. И вот Надя почему-то вспомнила Тоже стихотворение такое. Вот, Ей она показалась Бардовским Или близким к этому. Потому что Мелодия на нее получалась. Да, У тебя получалась, да? Вот, да. Ну, Заканчивается хорошим словом. И снова В путь Дорожную суму Наполню хлебом Песен И сказаний И вновь туда В ушедшую весну В далекий край Моих воспоминаний И снова Дождь И холод И ветра Одежка веры Слабая защита Иду туда Где дни И вечера Моей слезой Моей мечтой Омытой Где теплый хлеб Где добрые слова Где ласковые взгляды Как и прежде Где море Владь Где небо синева И где Еще жива Моя Надежда Последнее Хорошее слово Надежда И вот Два стихотворения Которые я закончил Они Сами по себе Где-то вот По ритму Близки с Высоцким Вот Послушайте Я думаю Может быть Вам тоже так покажется Разорвать свое горло До хрипа До крови До рвоты В страшном бои Как будто бы сотен Матерых волков И бежать Ноги в кровь До последнего Красного пота И смотреть В высоту Чтоб дорезить Погаших зрачков И тонуть И гореть И лежать Мерзлым камнем Подводным И искать Вновь и вновь Зная Тщетные потуги Твои Век за веком Покуда Под этим Скупым небосводом Не смогу Отыскать Хоть Крупицу Волшеб Волшеб Любви И последнее стихотворение Оно у меня явно ассоциировалось по ритму с охотой на волков Высоцкого Но У него совсем другой смысл Оно было написано в пик событий Недавних событий И оно в общем-то о них Это ну все станет понятно Век иуд Молодушных прихвостней Верь себе Как бы ни было трудно И не бойся Сгореть за истину Так сжигали Джордана Бруна В эру лжи Показушных принципов Там где святость Дерьмом запятнана Не молчи И свети неистого Будто образ Христа распятого Это Киев Харьков Одесса Где избиты И сожжены заживо Это слезы Детей Донецких Что убиты Фашистами Гадами Где чуму Что прозвали коричневой Маскируют Под цвет шоколада Смерть людей Это дело обычное Но ужасно Что брат на брата Там где рожи От жира Лоснятся И конфеты От крови Прогоркли Поздно прятаться Поздно бояться Время встать Поперек Их горла Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры